Знаете эти танцы, ведёшь как хорошо, что может быть восхитительнее? Приедешь в собрание, али кому на свадьбу, сидишь натурально, вся в цветах разодета, как игрушка, али картинка журнальная, вдруг подлетает кавалин, удостойте счастья с ударами, ну видишь, если человек с понятием, али армейский какой, возьмёшь, да и прищуешься, отвечаешь, извольте, с удовольствием, ах, очаровательно, это просто уму непостижимо, больше всего не люблю я танцевать со студентами, да с приказами, то ли дело отличаться с военными, ах, прелесть, восхищение, и усы, и балеты, и мундир, а у них даже шпоры с колокольчиками, одно убийственно, что сабли нет, и для чего они её отвязывают, странно ей богу, сами не понимают, как блеснуть очаровательнее. Какое же есть сравнение, военные или штатские? Военные, вот это сейчас видно, им ловкость, да и всё, а штатские что, как какой-то неудушевлённый. Удивляюсь, отчего это многие намы пожавши ножки сидят? Формально нет же никакой трудности выучиться. Вот уж я на что совестилась учителям, а в 20 уроков всё решительно поняла, отчего научиться танцевать? Это одно только суеверие, вот маленькое бывало сердце, что учитель всё за коленки хватает. Это всё от необразования. Он же танцвестен, а никто не подругой. Но ображаю я себе. Вдруг за меня посматривается военный, вдруг у нас парадный сговор, горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках. Я? Я натурально, в тюлевом и в газовом платье, и тут вдруг заиграют в вас. А ну как я перед ним, а конфужусь? Вот что он подумает, срам-то какой, вот скажет, дура необразованная. Однако, однако я уже полтора года не танцевала. Попробую-ка теперь на досуге.